Господь величия Царь, 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 чудесно благодать, любовь, что мне предать. Ты взял вину мою, и ты понёс мой крест. Ты жизнь свою отдал, чтоб я свободен стал. Иисус, спасибо за всё, что ты мне дал. Иисус, спасибо за всё, что ты мне дал. Славный царь, 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 победил. Славный огней с жертвой был, славный царь, смерть победил. Славный огней с жертвой был, славный царь, смерть победил. Славный огней с жертвой был, славный царь, смерть победил. Славный огней с жертвой был, славный, славный, славный. Чудесно благодать, любовь, что мне предать. Ты взял вину мою, и ты понёс мой крест. Ты жизнь свою отдал, чтоб я свободен стал. Иисус, спасибо за всё, что ты мне дал. Славный огней с жертвой был, славный царь, смерть победил. Славный огней с жертвой был, славный царь, смерть победил. Славный огней с жертвой был, славный, славный, славный. Чудесно благодать, любовь, что мне предать. Ты взял вину мою, и ты понёс мой крест. Ты жизнь свою отдал, чтоб я свободен стал. Иисус, спасибо за всё, что ты мне дал. Славный огней с жертвой был, славный, славный. Славный огней с жертвой был, славный. Славный огней с жертвой был, славный, славный, славный. Аллилуйя. Знаете, обычно как-то проповедуешь о благодати, о любви, о Христе, о крови Христа, но вот я никогда о зависти не проповедовал. Не знаю, сегодня Господь как-то на сердце положил в тапках говорить об этом. И когда здесь, тоже узнал, что я буду проповедовать, и думаю, буду говорить на эту тему, потому что это актуальная тема. Знаете, я как отец, как родитель, я сталкиваюсь, как служитель, как парень, пастор, я сталкиваюсь с этой темой, с этой заразой зависти, назовемой заразой. Я с ней сталкиваюсь каждый день, вот реально каждый день. Я думаю, что родители двоих детей, они поймут меня сейчас, особенно двоих мальчиков, я не знаю, двоих девочек. Но вот, Оксана, кто еще меня понимает сейчас? Макс, Минь, слава Богу, да, вы понимаете. Эта тема, она, я с ней сталкиваюсь постоянно. Я уже, знаете, я уже где-то устаю, потому что говоришь, 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 говоришь и так уже, и слово. И так объясняешь, как бы, да, там, с точки зрения, там, какой-то здравости, с точки зрения, там, ну, здравого смысла, с точки зрения, там, уважения, почитания, там, Слова Божья. Ну, так тяжело эта тема. Но я понимаю, что надо пробить ее, знаете, ну, в семье у своих детей ее надо пробить. Но эта тема, мы с ней сталкиваемся не только в наших семьях, но и в церкви. В любом служении эта тема, она периодически всплывает. И мы видим, что, ну, что зависть, она, знаете, как, она настолько такая зараза, она разрушает отношения. Она разрушает служение, она разрушает дружбу, она разрушает братство, она, знаете, вбивает клин в отношения между братьями, между сестрами, я не знаю, там, между друзьями, зависть, друзья мои. И знаете, и самое первое место, где встречается эта зараза, назовем ее, да, это в Бытие, 4 глава, давайте откроем, Бытие, 4 глава, с 1 стиха. Давайте прочитаем. «Адам познал Еву, жену свою. Она зачала и родила Каина, и сказала, приобрела я человека от Господа». Ева, наконец-то, приобрела человека от Господа, да, то есть она так сказала. И еще родила брата его, Авеля, знаете как, и еще одного родила, Авеля. Знаете, я когда, я вспоминаю, я же тоже у нас в семье по брату, я и мой брат старший, и у нас постоянно были какие-то конфликты. Вот нас никто не учил этому, нас никто не вкладывал этому. Мама мне не говорила, папа мне не говорил, что там, значит, надо отстаивать дома свое, то есть ты хоть и младший, но ты должен всегда, всегда, короче, отстаивать свое, всегда быть на коне. Нет, моему брату старшему никто не говорил, ты старший, не давай вот этому маленькому, да, тебя преодолеть. Давай, отстаивай свое, старшинство, первенство, отстаивай свое. Никто же этому не учил. То есть мы же, как здравые родители, мы не учим детей своих отстаивать. Там, я не знаю, не учим там бороться, да, там за свое первенство или еще что-то, мы не учим. Но я вспоминаю, знаете, оно постоянно у нас было с братом. Мой брат, он постоянно завидовал, потому что я маленький, меня мама больше любит, она больше мне, она мне покупает сладости, да, там, а ему там хлеб с маслом, я не знаю, там, или колбасы, там, да. Вот, я всегда раздражался на него из-за того, что, ну, почему моему брату всегда все покупают, а я донашиваю. Знаете, в те времена, это где-то, ну, там, 85-й, может быть, 87-й год, ну, кто там, кто в 80-х жил, он знает дефицит, одежда, там, все ходили в одинаковых польтах, только цвет разный, а клеточка одинаковая. Пальто, да, Ксения меня поправляет. Все ходили в одинаковых шапках, так вот с резиночкой, девочки так, с резиночкой, и мальчики иногда. Да, вот, все ходили в одном и том же, да, я не знаю, мне постоянно там кто-то что-то отдавал, там, постоянно кто-то что-то там, я после моего брата эти вещи донашивал. Представьте, разница 5 лет. Вот он относил их, и потом еще 5 лет они полежали, я их одел, они уже из моды вышли, все остальное, то есть я в них, я постоянно завидовал, я постоянно, знаете, постоянно у нас с ним какие-то были разногласия, постоянно мы с ним враждовали из-за этого, он меня бил постоянно, он постоянно, я вам сейчас боль свою залью, да, я шучу, я брата своего люблю, простил, у нас хорошее отношение. Но я помню, постоянно то бьет меня, то обзывает, то он там ушан, я помню, для меня это так обидно было. Смотрю на себя в зеркало, думаю, нормальные уши вроде, все хорошо, да, ты ушан, там, он всякий раз на меня, то он там что-нибудь какие-нибудь заподлянки, там, не дай бог, я с ним вдвоем останусь, он у меня постоянно что-нибудь там пнет, там, не знаю, ударит, а я постоянно его, знаете, вливал, то есть постоянно там, мама, а Сашка, он вот это сделал, хотя он этого не делал, знаете, или приукрашу, он это сделал, он сделал, ну вот столечко, я расскажу вот на столечко, то есть, знаете, и мы друг другу мстили, мы друг друга постоянно, у нас была вражда, слава богу, сейчас, да, Господь, он, он изменил ситуацию, у нас, ну, слава богу, все хорошо, да, и мой брат, он на пути, дай бог, что он покается, да, и придет, но мы видим, эта история началась, да, она началась у Кайна и Авеля, давайте прочитаем, и еще родила брата его, Авеля, и был Авель пастор овец, а Каин был земледелец, спустя несколько времени Каин принес от плодов земли дар Господу, и Авель также принес от первородных стада своего, и от тука их, они оба принесли, то есть, они оба, я думаю, что старались, я думаю, что, знаете, Авель, он не просто из ведра высыпал, фрукты с овощами и первой свежести на жертве, я думаю, что он старался, я думаю, что Каин, он, он красиво уложил, я думаю, что Каин, он, он позаботился о жертве своей, он взращивал ее, я думаю, что он, знаете, как не самое худое принес, но я так думаю, да, и Авель принес парашка, красивого, хорошего, чистого парашечка, беленького принес, да, на жертву, но Господь презрел только жертву Авеля, да, знаете, я думаю, что Господь, Он мог обе жертвы презреть, вот серьезно, я так думаю, я думаю, что, знаете, мы иногда думаем, но что, вот только одну жертву Господь презрел, а вторую нет, нет, друзья мои, Он мог и две жертвы презреть, аминь или не аминь, как вы думаете, ну мог же, Он мог и Каина, и Авеля жертву презреть, но презрел только Авеля, взял только Авеля, понравилась Ему только Авеля жертва, то есть Он ее взял, знаете, не всегда бывает такое, что если Господь, Он не презрел твою жертву, что Господь тебя не любит или Он тебя отвергает, знаешь как, я думаю, что Господь, Он знал, что есть проблемка, есть зависть, и через эту ситуацию, через эту жертву, Он хотел разобраться с завистью Каина, Он не хотел, чтобы Каин с Авелем, они соперничали до последнего, Он не хотел этого, Он презрел, а на эту не презрел, специально, чтобы помочь Каину освободиться от зависти, и сказал Господь Каину, почему ты огорчился? Господь увидел, что Каин огорчился, что Каин, лицо его, знаете, когда ты огорчаешься, когда тебя, знаете, иногда бывает, тебе руку не пожмут, или там, допустим, в служении двое служат, вот прославление, ну прославление, я просто как пример, хорошо? Ну просто, можно приведу? Ладно, все. Вот двое служат, одному сказали, ты ведешь прославление, а второму сказали, ну а ты как бы вот фоном, то есть ты на втором плане, какое лицо? Ну ладно, нормально, хорошо. Нет. В смысле? Я же так стараюсь, я же так, ну как бы я пою, у меня академическое образование, я по сальфеджио был самый там, или была там, с самым отличником, я на гитаре такие финты знаю, я могу там и низким, и высоким голосом петь там, меня почему-то не презрели, почему-то на меня внимание обратили, почему так происходит, это что такое происходит-то, это где справедливость-то в этой церкви, и знаете, и мы заводимся, мы заводимся. И что зависть, знаете, что зависть делает? Она тебя ведет вместе, ты начинаешь мстить, ты на этого брата уже смотришь не так, ты не сорадуешься с ним вместе, ты не думаешь, о, наконец-то, аллилуйя, брата подняли, брат вырос, слава Богу. Ты думаешь, ну как так-то вообще, его заметили, меня не заметили, все, ну все, я затаил, затаил внутри. Первый же случай, мы с тобой разберемся, где-то тебя волью там или еще что-то, я не знаю. Вот, и он посмотрел, Господь, да, и он говорит, Каин, что с лицом? Знаете, у нас пастор надо спрашивать, что с лицом? Хорошо. Я люблю всех. Особенно вот этого люблю, Авеля. Знаете, Господь говорит, что с лицом с твоим, подожди, стоп. Почему ты огорчился? И отчего поникло лицо твое, Господь говорит? Что такое случилось? Подожди, давай с тобой разберемся. Знаете, если бы Господь не был любящий отец, он бы сразу, мне кажется, молнию послал бы. Ах, ты позавидовал, все. Стерт с лица земли. Пыль, да? Но нет, Господь начинает с ним разговаривать. Я поражаюсь, знаете, Божьей милости, Божьему терпению, Божьей любви, да? Он говорит, почему поникло лицо твое? Если ты делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица? А если ты не делаешь доброго, то у дверей грех лежит. Он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним. То есть Господь, Он помогает Каину выйти из ситуации. Он помогает, Он говорит, слушай, грех у тебя. Надо разобраться с ним. Надо с завистью разобраться. Она лежит у дверей твоих. Тебе надо просто, ну, господствовать над ним, драгоценный. Вообще, как бы Господь, Он говорит, чтобы мы господствовали над своей плотью, над своим сердцем. Есть хорошая проповедь, знаете, сердцу прикажешь. Мир говорит, мирские люди говорят, ну там, ну вот разлюбил жену свою, пойду к другой, но сердцу же не прикажешь, я же ее разлюбил, а вот эту жену люблю. Нет, друзья мои, Господь, Он говорит, господствуй над своим сердцем, господствуй над своей плотью, господствуй над грехом, который лежит у двери, господствуй над ним. Господь нам дал силу, Он дал власть нам. И Он говорит Каину, послушай, зависть у тебя в сердце, ты завидуешь, ты затаил на брата своего, господствуй, покайся. То есть, другими словами, Он приводит, Он пытается привести Каина к чему? К покаянию драгоценной. Мы знаем много других историй в Библии. Две такие, знаете, самые такие, наверное, одни из самых проповедуемых и распространенных героев, это Давид, он с Версавио переспал, согрешил, он там мужу ее послал на смерть. Но Господь через пророков тоже приводил его к покаянию. И что он сделал? Он покаялся. Он сказал, да, Господь, упал на лицо свое, даже ребенка не стало. Он не сказал, ты, Господь, ты почему так сделал? Я тут каюсь перед тобой, ну, жертву как бы приношу, покаяние, а ты ребенка моего уничтожил. Также возьмем историю про Якова, и остался Яков один, и боролся с ним некто, и некто не мог преодолеть его, помните, да, это местописание, и коснулся некто состава, и увидел, что не может преодолеть, и коснулся состава бедра его. И потом некто спросил у него, как имя твое, да, там он говорит, Яков. Он говорит, а ты не, ты не Яков, Израиль. То есть покаяние, да, пришло. Господь, он приводит к покаянию. Знаешь, как Господь, он стучится в сердце твое. Он стучится в сердце твое, и он говорит, послушай, покайся. Сынок, покайся. Сынок, грех у дверей лежит, покайся. Вообще покаяние, оно, знаете, оно имеет силу. Оно имеет силу. Но через покаяние мы, ну, множество грехов останавливается. Проклятие останавливается. Господь стучится в наше сердце. Мое сердце стучался, да, когда я был наркоманом. Я покаялся, проклятие остановилось. Сегодня моя жизнь, она в благословении. Аминь. То же самое с Давидом произошло. Если бы Давид сказал, нет, все, я не буду, как Саул поступил, я не буду каяться. Я лучше пойду еще памятник себе поставлю, да, как Саул поступил. Что произошло? Трагедия произошла. Почему? Потому что он не покаялся. Трудно представить, что бы было, если бы Петр не покаялся в предательстве. Что бы было? Если бы Петр не покаялся, да, друзья? Такая же бы ситуация, как и с Иудой произошла. Он покаялся. Он покаялся. Господь стучался в его сердце, он покаялся. Знаешь, какая бы ни была в твоей жизни ситуация, будь то зависть, я не знаю, ненависть, нелюбовь или еще что-то, Господь, Дух Святой, Он будет стучаться через людей, через пророков, через ситуации, через Писание, через сны. Я не знаю, по-разному, кому-то, кому как. Но ты просто покайся. Покайся. И знаешь, я думаю, что Каин, он мог покаяться. Я думаю, что Каин, он мог остановить вот эту проблему в своей жизни, проклятие в своей жизни, покаяние. Он бы сказал, да, Господь, прости меня. Еще, смотрите, еще трагедии не произошло. Он еще не убил брата своего. Остановилось бы, он просто сказал, да, Господь, что-то я, короче, завидовал. Мне хотелось, чтобы ты мою жертву узрел. Мне хотелось, чтобы ты на меня внимание обратил. Прости меня. Да, я гордый. Прости меня. Знаете как? Очень часто так бывает. Но в моей жизни, вроде бы, я там такой, ну, весь прав, знаете, внутри. Я прав. Я же прав. Я же лучше Господу жертву приношу. Я же служу. Я же в Африку езжу. Знаете, для себя я такое определяю. Я прав. Мы очень часто для себя определяем. Вот я прав. Вот мое сердце правильно. Вот я такой. Вот, ну, друзья мои, драгоценные мои, надо покаяться. Надо очень серьезно сокрушиться. Аминь. И знаете, видишь зависть порой в церквях. Порой зависть ты видишь среди людей, зрелых людей, кажется. Люди завидуют. Вот я, почему я не на первом. Почему я, допустим, ну, там, мне руку не протянули, а вот ему протянули. Почему мне сказали в таборе служить, а я хотел служить, там, я не знаю, где там, в детском доме или еще где-то. Почему? Ну, почему, знаете, вот это, почему? Искание справедливости, ну, почему? Драгоценные. Мы перед Господом ходим. Мы перед Богом ходим. И, знаете, это не наша привилегия решать, какую жертву Господь возьмет. Это не наша привилегия, это не наша, знаете, как заслуга, что ли, решать это все. Это Господь решает, Он принимает жертву. Ну, не принял Господь жертву. Ну, слава Богу, ну, брат поднялся. Знаете, порадоваться за ближнего своего, это тоже жертва. Мы порой порадуемся, то, что у нашего ближнего произошло что-то худое. Когда у него успех. Вообще, знаете, я хотел историю такую рассказать, интересно, в моей жизни это было. У нас была такая фирма интересная, хорошая, благословенная, индустрия комфорта. Кто знает эту фирму? Почти все знают, да? Новенькие не знают. Мы вам расскажем потом, подойдете. Я сейчас расскажу. Это братья. Они как-то естественным путем, они соединились, да, втроем, три брата, и они начали общий бизнес. Они начали зарабатывать, приносить в церковь финансы, начали работать вместе. Да, эта фирма была индустрией комфорта. Но я помню, знаете как, я увидел, что меня не взяли в эту фирму. И я такой думаю, так, их трое, да, там, меня не взяли в эту фирму. Но у меня зависть, зависть закралась. Почему это сейчас, да, братья будут руководящие должности занимать, а я буду потолки тянуть. Таскать эти баллоны с пушками, там, перфоратором работать, пылью дышать. Драгоценные. И знаете, я затаил, я затаил. Плод вот этого затаивания был то, что мы открыли еще с двумя братьями, тоже втроем. Мы открыли тоже фирму, назвали ее «Альтернатива». Братья Дима, Андрей, привет. Назвали ее «Альтернатива». И такие, знаете, мы такие, мы достигли, мы добились. Год, жена вот не даст оврать, год за год один объект. Но зато у нас «Альтернатива», мы же бизнесмены. У нас фирма, мы бизнесом занимаемся. Драгоценные, знаете, мне потом Господь глаза открыл. Слава Господу, знаете, достучался до сердца. Год это было, год. Слава Богу, что не 10. Я бы не знаю, что бы сейчас со мной было до сих пор, потому что тех братьев, которые со мной были, их нету сейчас в церкви, к сожалению. И меня бы не было, друзья мои. Просто покаяние, оно останавливает проклятие. Через покаяние мы останавливаем. И знаете, я помню, с Монголии еду, и мы с пастором были. Знаете, с пастором очень полезно ездить куда-то на миссию, быть вместе с ним, постоянно, знаете, вариться. Целыми днями мы с ним туда ехали, я не помню дня три, обратно три. Там еще были несколько дней в Монголии. И мне просто-напросто Господь сказал, покайся, сынок, остановись, сынок, остановись, покайся. Не нужна тебе эта альтернатива. Иди в индустрию, возлюбленный. В Новом Завете, какая жертва? Вот в Ветхом Завете это тук, тельцы, это зерно, это финансы. А в Новом Завете? Как там написано? Давайте откроем. Римлянам 12.1. И умоляю вас, братья, милосердием Божьим, предоставьте тела ваши в жертву живую, святую, угодно. Тела ваши. Что-то наше. Что-то наше, знаете, наше я, наши тела, нашу гордость или еще что-то. И я помню, я говорю, все, Господь, аминь, слава Богу. Я просто-напросто перестал заниматься ерундой. Я просто понял, что мне это не надо и что я иду вообще не туда. Что Господь, Он просто, Он меня останавливает, Он уже в сердце мое стучится, уже, знаете, уже кричит. Он кричит, остановись. И то же самое с Каином. Господь говорит, слушай, перед, на пороге грех лежит, Господствуй над ним. И сказал Каин Авеля. То есть, он вообще не слышит Господа. Знаете, бывает такое, что Господь стучится в сердце наше, Он говорит, послушай, иди примирись с женой, с братом, с пастором, иди примирись. Здесь Господь говорит, смотрите, что Он делает, Он вообще игнорирует, Он говорит. И сказал Каин Авелю, брату своему. И когда они были в поле, восстал Каин Авеля, брата своего, и убил его. Он убил брата своего, и завистью убил брата своего, и завистью убил его, драгоценный. И сказал Господь Каину, где брат твой? Он сказал, не знаю, разве я сторож брату моему? И сказал, что ты сделал? Голос крови брата твоего выпьет. То есть, смотрите, здесь, ну неужели Господь не видел, что Каин Авеля убил? Он его спрашивает, послушай, где? Он все-таки надеялся, и он ожидал, что Каин скажет, слушай, я вообще, что я сделал? Как вы думаете, Господь бы простил Каина? Бои простил его? Потому что Бог милостивый. Он милостивый. Как бы далеко не зашел человек, ну да, по закону люди, они несут наказание. Но мы сегодня видим, как пожизненное заключение, люди, они каются. Саша Мирончиков, да, вот он знает таких людей. Они каются сегодня. Да, они по закону отвечают, но перед Богом они покаялись. Господь, он освободил от чувства вины, от вины, от наказания, благодать. Эти люди спасаются, драгоценные. И смотрите, и он говорит, где брат твой? Он все-таки ждет, он надеется. Господь он ждет, он надеется. Он сказал, не знаю, разве я сторож брату своему? И сказал, что ты сделал? Голос брата твоего вопиет ко мне от земли. И ныне проклят ты и земля, которая отверзла уста свои, принять кровь брата твоего от руки твоей. Когда ты будешь возделывать землю твою. Смотрите, проклят. Я думаю, что, знаете, он проклят, потому что он сам на себя проклятил. Вот это через убийство, через непослушание, через непокаяние. Возлюбленные мои. И дальше написано. Когда ты будешь возделывать землю твою, она не станет более давать силы своей для тебя. Ты будешь изгнанником и скитальцем в земле. И сказал Каин Господу. Наказание мое больше, нежели снести можно. Вот ты теперь сгоняешь меня с лица земли, от лица твоего я скроюсь и буду изгнанником и скитальцем на земле. И всякий, кто встретит меня, встретит со мной и убьет меня. И смотрите, милость Божья. Уже все произошло. Милость Божья. И сказал Господь. За то, что всякий, кто убьет Каина, отмщение будет всемиро. И сказал Господь Каину. Знамение, чтобы никто, встретившись с тобой, не убил тебя. Драгоценный, даже после этого. Милость Божья. Даже после этого. Аминь. Слава Богу. Давайте вернемся к жертве все-таки. Мотивы. Мне хочется поговорить о мотивах сердца. Какие мотивы были у Каина? И какие мотивы были у Авеля? С какими мотивами мы приходим сегодня к Богу? И с какими мотивами мы служим? С какими мотивами мы приносим жертву Ему? Ну, назовем так. Наше служение – это жертва. Есть хорошая история. Это притча об лудном сыне. О том брате, который сказал, помните. Господь, я тебе тут служу. Я тебе, значит, тут приношу. Я тебе, ну, как бы он отцу своему говорит. Но это как про образ. Он Господу говорит. Я жертвую. Я там ухаживаю за твоими козликами, за твоими овцами. А ты даже мне там козленочка не дал. Знаете, мотивы сердца. Мы иногда приходим к Господу и служим Ему, потому что нам что-то надо. Нам что-то надо. Я знаю, расскажу, ладно, расскажу. Моя драгоценная теща, возлюбленная, я верю, что она вернется до Господа. Но она ходила в церковь ровно до того момента, пока Ксюша была в проблеме. Но как только Ксюша получила свободу, она сразу сказала, все, Господь, я свое получила. То есть, знаете, отношения вот эти вот с Господом купи-продай. Я тебе это, а ты мне это. Вот я сегодня жертвую десятину. Ты мне тридцатину дашь. Хотя Господь 90% твоих. Я сегодня служу здесь, знаешь, на миссию езжу, а ты мне благослови, пожалуйста, мужем за это. Или женой. Я сегодня служу здесь в прославлении. Господь, ты видишь, и ты мне воздай, пожалуйста. Знаете, мотивы сердца. Мы можем одинаково там, ну, с кем-то, с братьями, да, служить сегодня. Одинаково делать то же самое. Одинаково там приводить людей к покаянию. Одинаково ездить там на миссию. Там я пять поездок сделаю, ну, так назовем, там он пять поездок в год сделает там на миссию. Но мотивы сердца у нас могут быть разными, да. Мотивы сердца Каина были, Авеля были просто принести. Это как, знаете, это как дар Господу, это как жертва. Я думаю, знаете, еще Каин, он, ой, Авель, он понимал, он уже, ну, стал зрелым, и он понимал, почему родители из рая, из Эдемского сада были изгнаны. Он понимал, и он хотел что-то изменить. Я думаю, что, знаете, жертва Авеля была вот такая вот. То есть он был первый ребенок после Адама с Евой, да, и он понимал, что нужно что-то изменить. И он, знаете, и он принес Господу жертву вот с таким мотивом, Господь изменит, да. Он пришел как с покаянием, как с какой-то, знаешь, Господь, я просто, ну, вот прими жертву. Я думаю, что так. А Каин принес жертву, ну, совсем по-другому. Если бы Каин принес жертву как Авеля, ну, не было бы этой трагедии, не было бы братоубийства, не было бы. Аминь. Поэтому, поэтому, когда мы приходим к Господу, знаете, пусть наши мотивы будут мотивами поклонника. Я приношу, ну, не за что-то, не чтобы что-то купить, не чтобы что-то приобрести. А приношу, потому что я поклоняюсь моему Богу. Я отдаю что-то важное, ценное для меня. Я отдаю что-то драгоценное Господу. Я жертвую. Я приношу. Господь, порадуйся. Господь, прими. Я хочу, чтобы твое сердце радовалось, Господь. Знаете, возлюбленный. Но я не приношу, потому что вот я сейчас, я хочу стать лучше всех. Я хочу быть лучше всех. Я хочу добиться чего-то. Я хочу там, знаете, как вот эта вот, вот эта мирская там, вот эта философия там, да, мы тащим там из всяких бизнес-тренингов и тому подобное. Надо, 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 чтобы достичь, чтобы добиться, чтобы там больше делать там. И ты тогда станешь еще больше. Пожертвуй все. И тебе Бог даст в пятеро, в семеро, драгоценные. Это не та жертва. Это не те мотивы возлюбленные. Когда ты с такими мотивами приходишь, ты разочаруешься. Потому что Бог, Он не всегда твою жертву примет. Ты разочаруешься. Но когда ты приходишь с мотивами, как у Авеля, ты никогда не разочаруешься. Ты никогда не разочаруешься. Даже когда Господь твою жертву не примет. Аминь. Поэтому, драгоценные, пусть Бог благословит нас. Я просто молюсь о том, чтобы, если у тебя есть какая-то зависть, если у тебя есть какое-то, знаешь, соперничество, я просто хочу, чтобы мы разобрались с этим. Я просто хочу, чтобы в церкви, чтобы не было вот этого, знаете, духа соперничества. Я просто призываю вас, я благословляю, чтобы вы с этим разобрались. Как Господь, Он призывал Каина, разберись с этим, грех у двери лежит. Разберись, драгоценный, с этим. Разберись. Потому что это, знаете, почему семьи разваливаются? Потому что, вот про что я читал, да, в Римлянах, 12 главе. Принесите тела ваши в жертву. Потому что мы не приносим в жертву наши тела. Потому что мы не жертвуем своей гордостью, мы не жертвуем чем-то. Аминь. Потому что мы не жертвуем наши тела, мы не отдаем их. В откровении, я не помню, какая глава, сейчас я скажу, там написано интересно. Советую тебе, это откровение, 3 глава, 18 стих. Советую тебе купить у меня золото. Огнем очищено, чтобы тебе обогатиться. Белую одежду, чтобы одеться. И чтобы не была видна ногота твоя, срамота ноготы твоей. И глазную мазью помашь глаза твои, чтобы видеть. Господь говорит, советую тебе купить у меня золото. Как мы можем у Господа купить золото? Финансами нет, Богу нашему не нужно. Прежде всего, на сердца смотрят. Какие-то драгоценности, они ему не нужны. Какие-то наши жертвы, да, там, вот эти ветхозаветные, там, я принесу тебе тридцатину или еще что-то. Нет, друзья мои. Мы покупаем это золото, когда мы жертвуем собою, когда мы приносим наши тела в жертву, когда мы переступаем через себя свою гордость, когда нам хочется доказывать, нам хочется соперничать. Мы говорим нет себе и говорим да Господу. Когда мы ради кого-то умираем для себя, когда ради кого-то, чтобы кого-то поднять, как Господь, Он как сделал? Он нас поднял. Он нас из прокаженных очистил, он нас чем? Жертвую Своей. Он умер для того, чтобы нас поднять. Он пожертвовал собою, чтобы нас приобрести драгоценным. Он пожертвовал собою, полностью раздал себя без остатка для того, чтобы нас приобрести драгоценным. Пусть, знаете, вот эта жертва, как написано, да, наши тела принесите в жертву. Принесите. Аллилуйя. И это каждый день, друзья мои, если в твоей семье проблемы и конфликты, принеси свое тело в жертву. Ну, не поймите, да, там, не надо там сейчас жертвенник пойти построить, там, наложить соломы, лечь и поджечься. Нет, драгоценное. Понимаете, да, это, конечно. Вот. Если у тебя проблемы там в церкви, в команде, там, я не знаю, на работе, в коллективе или еще где-то, принеси себя в жертву. Если у тебя там в семье ситуация, мужья, жены, вы там, вы постоянно ругаетесь и ссоритесь, принеси себя в жертву. Знаете, интересная ситуация, с одними пастырами разговаривали, но в другой ассоциации, так сказать. Они говорят, мы ругаемся каждый день. Мы каждый день ругаемся, но мы каждый день, мы миримся, мы жертвуем, мы себя приносим в жертву каждый день. Аминь. Мы приносим в жертву. Вообще, брак, это, знаете, это завет. А завет, он происходит только тогда, когда умирает кто-то. Аминь. И брачный союз, это брачный, ну, брак, семья, да, брачный союз, это когда мы оба умираем. И только тогда поступает в силу завещание, завет. Аминь. Поэтому, знаете, умирайте для себя. Аминь. И пусть Господь вас благословит. Слава Господу. Давайте будем молиться. Знаешь, если есть у тебя зависть в сердце твоем, если ты соперничаешь, если ты затаил на кого-то, покайся. Просто покайся, принеси это Господу. Признайся перед Ним. Скажи, Господь, я неправ. Прости меня, Господь, измени меня. Я хочу радоваться за моих братьев. Я хочу радоваться за то, что мои братья поднимаются. Аминь. Господь, Господь, я молюсь Бог. Я прошу тебя, Господь, чтобы всякая зависть. В Галатах, 5 главе, 17 стихе, знаете, зависть, она стоит вот в одном стихе. Смотрите, 20 глава. Идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, расприя, разногласия, соблазны, ереси. Зависть, она как бы на одном уровне с идолослужением и волшебством. Зависть, это дела плоти, с которыми мы должны разобраться. Это на одном уровне, знаете, стоит, вот перечисление здесь идет. Дела плоти известны, а не суть. При любодеянии будут нечистота, не потребство. Зависть в том же стоит, в том же уровне. Послушай, если у тебя есть зависть на кого-то брата, подойди, благослови его. Подойди, помолись, подойди, примирись с ним. Поднимай брата своего в молитвах, словами, ободрениями, благословениями. Господь, я молюсь, Боже, чтобы зависть, она просто, она не имела места в наших сердцах. И когда она поднимается, Господь, помоги нам просто, просто каяться за нее, просто приносить ее к тебе во имя Иисуса Христа. Боже, помоги, Господь, нам, когда кто-то близкий из нас, он поднимается, он вырастает, может быть, выше нас в чем-то. Дай, Господь, нам, научи нас радоваться за него. Аллилуйя, Господь. Отец, я молюсь, Господь, прости просто за всякую зависть, Господь, которая есть во имя Иисуса Христа. Я молюсь, Бог, чтобы сейчас народ Твой, Господь, Он просто исповедовал ее пред Того. Он вытащил ее, Он вырвал ее, Он разобрался с нею во имя Иисуса Христа, Господь. Аллилуйя. Боже, благослови нас. Слава Тебе и хвала. Я молюсь, Господь, сейчас о том, чтобы мы, когда служим Тебе, чтобы, Господь, мы, наши отношения с Тобой, наше служение, оно не было, как на базаре. Чтобы это не было служением, как торгашество какое-то. Я Тебе это, а Ты мне это, как детский сад. Господь, я молюсь, чтобы мы бескорыстно служили Тебе во имя Иисуса Христа, как поклонники, как люди, которые любят и которые ради объекта своего любви, они готовы жертвовать бескорыстно, не ожидая какой-то награды, не ожидая чего-то своего. Дай нам, Господь, приносить жертвы, Господь, угодные Тебе во имя Иисуса Христа. Отец, прости нас, Господь. Прости, Господь, когда мы завидуем, когда у кого-то что-то появляется, когда кто-то достигает чего-то. Бог, прости. Дай нам, Господь, господствовать, как Ты сказал, господствуй над грехом. Дай нам, Боже, господствовать над ним. Дай нам, Господь, просто приказывать ему преодолевать, побеждать во имя Иисуса Христа. Господствуй над грехом. Господствуй над завистью. Аллилуйя. Я думаю, что если бы Каин покаялся, Господь бы презрел его жертву. Он бы взял ее. И не было бы сейчас вот этой истории печали. Отец, ну спасибо Тебе за то, что Ты нам показываешь через эти истории, Господь. Ты нас учишь, Ты нас поднимаешь через историю про блудного сына, про этого брата, который завидовал. Отец, спасибо Тебе. Очисти, Господь, нас во имя Иисуса Христа. Спасибо Тебе, Отец. Благослови. Кемеровская христианская церковь Христа Воскресшего осуществляет миссионерское служение в разных городах и странах, таких как Индия, Кения, Конка, Камбоджа, Таджикистан, Монголия, Тыва, Южная Корея. Вы можете поддержать миссионерское служение в этих странах и стать участником мировой жатвы. Осуществить пожертвования очень легко. На сайте церкви Вы можете пожертвовать при помощи банковской карты или через банковский счет. Реквизиты счета указаны на сайте в разделе пожертвования. Мы благодарим Вас за Вашу поддержку и участие в миссионерской работе. Пусть Бог благословит Вас! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова